так всем привет сегодня 2 октября двадцатый год центральная украина где-то у нас уже около месяца 16 числа мы укрывали вот эту тепличку женой как вы видно выдержал и были была буря буквально вчера позавчера на сильный дождь мы только сегодня приехали ничего не приукрашали ничего не поправляли как вам видно все стоит нормально вот придавлены и вот трубы придавлены и между дугами с одной стороны с другой стороны я будем раскрывать будем смотреть тем более уже месяц прошел кружки меньше конечно так ребята иногда вы меня спрашиваете какой вкус у инжира ну как как можно передать вкус даже описать инжира то своеобразный вкус очень не похоже ни на что запах даже запах у листьев непередаваемый вот такой вот эти пейзаж почти по ивазовскому правда без моря уже коровка это у меня как вы помните даже уже сами отпадает трескаются чуть-чуть из-за перевлажнения прежде чем укрыть накрыть я залил литров сто около этого и вот такие вот черненькие классные темные плоды фиолетовые обалденные глазок открыт по мологию полностью полностью рассказывать не буду ну вроде для опыления для пласта факи он не совсем раскрыт внутри никого ничего нету я мякоть сочная как вам видно влечный сок выделяется то есть процесс питания фиги есть традиционно конечно сейчас дадим первому оператору жена пробует вкусно сочно вкус своеобразный есть посленого есть какие-то другие то она у меня 20 около 20 сортов больше половины из них определена возможно даже и пересорт это не исключено человеческий фактор никто не исключал а это я мне определили американские инжироводы как black миссия был еще вариант архипел на неврелла как-то так но там было одно урожайное у меня вроде как двух урожайные значит это black миссии основной урожай не первый основной 2 здесь более обильный фиги очень вкусные большие есть до 80 грамм классно так внутри вот смотрите я вам рассказывал но среди на в живую вам как по мне это лучшее лучшее решение вот смотрите упер трубой в дугу чтобы труба не падала я в трубу обошел дугу и воткнул эти арматурены обратно в трубу вот в эту за счет этого хорошо держится форма самой теплички так ну надо оборвали надо доедать тонкая однако работа так поскольку висела месяц ой 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 ладно поскольку висела меньше месяца то вот смотрите по-любому естественно делимся плодами с насекомые с природой что падает перегнивает уходит землю а нет другие приходят агрессоры то есть насекомые и выедает уже то есть за пол месяца я уже поправлюсь тут есть определенный урожай сейчас соберем я вам покажу сколько всего так слушайте откусил после прогнал всех муравьев это вообще капец это классно среди вот это мед это настоящий мед вот где шикарный обалденный настоящий показательный из и вкус и цвет и сахар и мякоть настоящего инжира это обалденный сорт блэк миссии многим я уже разослал и саженцы и черенки интересно ребята если вы уже выращиваете мои черенки и саженцы получили плоды отзовитесь как у вас с урожаем нарезалась как вам видно очень много довольно много ну а созрела конечно не так много как хотелось бы в общем мало созрела учитывая то что мы еще там штучки 3 съели зато большие плоды большие вот смотрите вот моя ладошка плоды большие фиги вот мягенькие разные разного цвета более светлый но мягкие уже вот темный такой же мягенький возможно возможно вы скажете что ради вот этого не стоит и мара заморачиваться но во первых как пишут уже многие кто пробовал чай из этих листьев сушеных ряд мало того что он полезный он еще и вкусный ароматный классный затем черенки и лозу кору тоже куда-то используют но китайцы всегда что-то перерабатывают у них не очень ничего и пропадает ну и в третьих конечно есть видео как которое вам показывал прошлое позапрошлые сезоны где урожай более обильный где-то по моему в ноябре я уже в куртке снимал видео и показывал где-то около больше двух килограмм с куста ну все же лучше чем куда-то ездить у кого получится поехать у кого не получится поехать в теплые караев тропики покушать настоящие вызревший инжир зато свой кстати кстати это не то что виноград виноград нужно посынковать обрабатывать поливать нормировать но причем принципе вы сами знаете сколько с ним хлопот снежиром хлопот общения каких единственное что нужно про чеканить а тоже даже еще не про чеканить оборвать отщепнуть верхушечку делать пенсировку таким образом никаких абсолютно забот осень не укрыл весной раскрыл все никаких забот если вы хотите он бывает конечно такие моменты что полмесяца прошло вот такой небольшой урожай она учитывайте холода я уже закрывал когда было холодно ну с немножко созрела ну просто есть процесс пошел сорт относительно поздного срока созревания он может и в ноябре созреть обильно тогда вообще классно холодно уже все отошло и даже яблоки уже оборваны опущены на хранение а и жирчик есть в тепличке в общем все смотрите сажать он или сажать до северных районов украины и вообще некоторые даже беларусь как-то умудряются провозить хотя им уже узнавал точно за пределы украины нет это не то что это моя прихоть или я не хочу фитосанитарная служба наша украинская не пропускает любой растительный материал черенки и саженцы листья плоды чего-то я не знаю тенжира или зизифус они пропускают если нельзя так что смотрите сажать вам или нет в северных районах украины и других он скорее всего не вызреет это будет первый урожай он первый урожай у него небольшой где-то возможно в августе 4 5 до 10 брыб плодов будет у вас не больше так что сажайте лучше ранние ультра ранние сорта и жира благо у меня кроме этого остальные ранние средние и очень ранние сорта есть заказывайте где-то буду в ноябре когда лоза полностью уже вроде бы вызрела вызреет везде тогда буду рассылать и саженцы и черенки все ребята традиционным желаем хороших урожая подписывайтесь на канал не забывайте ставьте лайки всем пока а мы будем кушать свой инжир так по скриптам пока шел закрыл теплицу black миссии шел назад через другой при ямок с инжирами вот нарвал еще собрал урожай белого адриатические то есть покушать нашей всей семье хватит покушать надо свеженьким пока есть витамины желаю вам успехов в труде и большого счастья в личной жизни благодарю за внимание